Я все время просила сдать бабушку в дом престарелых, ну, скорее, в ПНИ, наверное, а мама этого делать не хотела. И я просто ставила перед мамой этот выбор. И, по сути, это для нее выбор между дочерью и матерью. Вариант. Отдать ее в дом престарелых для меня был неприемлем. Мама все еще много работала, и это все еще была моя обязанность – прийти, покормить. Пока бабушка еще могла доходить до туалета, довезти до туалета, когда она не могла, нужно было менять памперс. У меня в голове возникал какой-то диссонанс. Я в школе, вот, например, я обычный человек, я там смеюсь. Потом мы все расходимся, я понимаю, что они просто едут в свою обычную жизнь. А я еду в какой-то просто ад, потому что это место, где мне нужно менять памперс человеку, который когда-то менял памперс мне. Привет, я Лена Погребежская, наверное, знаете, потому что так называется наш канал. Если вы наш постоянный зритель, вы в курсе, что я прошу присылать вас свои личные истории. Вот это письмо, которое мне прислала 16-летняя Алиса, меня просто потрясло. Здравствуйте, Елена. Меня зовут Алиса, мне 16 лет. Всю жизнь я жила с мамой, братом и бабушкой, а когда мне было 13, у бабушки случился инсульт и стремительно развелась деменция. Это событие буквально поделило мою жизнь на до и после. Ведь на меня свалилась ранее невиданная ответственность по уходу за больным, регрессирующим человеком. Мое отношение к бабушке изуродовалось и из любви превратилось в ненависть. Мой дом перестал ощущаться как крепость и стал местом, куда не хотелось возвращаться. Рассказав эту историю, я помогла бы себе проработать травматичный опыт, смогла бы показать сверстникам, что они не одни и что их чувства в подобной ситуации логичны. Инсульт у нее произошел в ноябре, 8 ноября. До этого в августе она упала, я тогда была в лагере, упала и сломала себе лобковую кость. А перелом тазовых костей для старых людей это всегда очень сложно. И из-за этого ей пришлось заново научиться ходить. Там сначала как-то с ходунками, потом мы даже с мамой умудрились научить ее ходить без ходунков. Это было замечательно, потому что вот мы вместе с мамой ее реабилитировали, учили вставать. Но из-за того, что бабушка сломала тогда вот эту кость, она все время вообще сидела дома. Она не могла выйти. Она вообще не могла выйти даже с кем-то. И поэтому теперь не то, что большая часть ее общения доставалась мне, а вообще все, все ее общение доставалось мне. Брат мой тогда жил не с нами уже, мама работала все время. У нее был очень тяжелый график, она работала каждый день. И я помню, что тогда жизнь резко стала какой-то очень напряжной. Потому что после школы мне нужно было сразу ехать домой и кормить бабушку. Потому что она, может быть, бы и дошла сама до кухни, но, например, погреть себе еду она не могла. В этом нет ничего сложного. Но чтобы это сделать, мне нужно было сразу после школы ехать домой. Я не могла погулять с друзьями, поболтать с ними. Ну, как бы я переживала, что если я ее не покормлю, она ведь ее никто не покормит, правильно? Значит, я должна срочно ехать. И у меня так как-то жизнь, она привязалась уже тогда к бабушке. День сурка. Я никуда не ходила, никакой не психолог. Алиса вот для меня... Ну, все, Алиса хорошо, да, поела, да, в школу пошла. Замечательно, все. И дальше все пошло вокруг бабушки. Ты, Алис, памперс поменяла? Ты ее покормила? А почему ты не покормила? А ты ее переворачивала? А почему ты не переворачивала? Или, допустим, сколько раз ты переворачивала? Ну, и в таком плане. То есть я, честно говоря, особо даже не интересовалась, что там происходит. Ну, так, мельком там что-то. Алиса ходит в школу. Ну, да, поскольку она всегда хорошо учится. Ну, я там... Какие оценки? Школа, оценки, это я знала. А помимо этого, я не знаю, мне кажется, там особо ничего не происходило, потому что надо было приходить домой заниматься бабушкой. Я не знаю, мне кажется, особо ничего не происходило. Она просто занималась бабушкой. Мне, на самом деле, даже маме всегда было сложно объяснить, почему же это тяжело. Ну, как бы, а что тяжелого? Ну, приедь домой, ну, покорми бабушку. Ну, иди гуляй дальше, какая разница? А в реальности это не так, потому что ты приезжаешь домой, и я вот для бабушки была, ну, как бы, единственным источником радости, потому что я единственная ее связь с внешним миром. Мне нужно было обязательно с ней пообщаться, что-то ей рассказать. И я чувствовала, что я должна это делать, но я, как бы, этого делать не хотела. А потом, вообще, случился ее инсульт, и я-то сначала даже не поняла, что это серьезно. Ну, инсульт, ну, вообще, как бы, я знала, что это такое. Но, оказывается, когда ее положили в больницу, там оказалось, что у нее уже был какой-то инсульт, который она перенесла на ногах. Я думаю, о, она перенесла его на ногах, и с ней ничего не было, мы ничего не заметили. Значит, мы сейчас с мамой так же, как вот когда она кость ломала, мы ее так же восстановим. Нет, мы ее не восстановили. Но я с этой уверенностью очень долгое время находилась. И у нас даже поначалу что-то получалось. А я прям, как бы, ну, искренне горела этой идеей, что бабушка снова ходила, потому что, как же так? Я же все равно ее любила. Как же так? Вот она больше не может встать, она лежит. Ну, это что такое? Надо это как-то поменять. И поначалу все получалось. То есть мы даже научили ее немного ходить снова с ходунками, но инсульт взял свое, и она начала вот утрачивать какие-то навыки. Например, она не могла встать. И я думала, я вообще не понимала, что происходит. Как этот человек не может встать? Я спрашивала, может, у тебя нога болит, бабушка? Может быть, там, это из-за перелома? Она говорит, нет, ничего не болит. Я ей пыталась объяснить. Ну, вот смотри, нужно вот так вот, нужно опереться на ноги. Давай, а я тебя за руки возьму. Ну, она вроде ставит ноги, и я вот начинаю ее тянуть, она просто соскальзывает. Она не понимала, как встать, просто потому что уже, ну, какие-то изменения с мозгом начали происходить, необратимые. А я не понимала, что это происходит. Мой день рождения. Мне исполняется 48 лет. Это вот тортик такой. Это бабушка. Она не смогла дойти до кухни. Мы показали тортик. Сейчас мы ее попьем на кухне, а потом будем отдельно кормить бабушку. Выключай. На тот период моя жизнь уже, на самом деле, довольно сильно изменилась, потому что мама все еще много работала, и это все еще была моя обязанность – прийти, покормить, пока бабушка еще могла доходить до туалета, довезти до туалета. Когда она не могла, нужно было менять памперс. И у меня в голове возникал какой-то диссонанс. Я в школе, вот, например, я обычный человек, как и все, вот я там смеюсь, обсуждаю какие-то безделушки со своими друзьями. Потом мы все расходимся. Я понимаю, что они просто едут в свою обычную жизнь. Не знаю, гулять с собакой, гулять с друзьями, смотреть фильмы, что-то такое. А я еду в какой-то просто ад, потому что это место, где мне нужно менять памперс человеку, который когда-то менял памперс мне. Это физически тяжело. Я сорвала вот спину, когда меняла ей памперс. Сначала она лежала на этом диване, разобранном. Но на самом деле это очень неудобно. И вообще в уходе за лежачим человеком важно, чтобы тому, кто ухаживает, тоже было комфортно. Это не какая-то прихоть. Просто переворачивать человека на диване, который на таком низком уровне находится, это очень тяжело, это почти невозможно. Поэтому в какой-то момент мы купили такую большую кровать, специально для лежачих людей, у которой регулируются и изголовье, и ноги. Можно все это поднять. И это правда важно. Это так правда удобнее. Вот она стояла прямо здесь. И вообще, думаю, важно, чтобы комната, в которой лежит человек, она была довольно просторной. Потому что вокруг кровати нужно все время перемещаться, двигать человека, кормить, подходить с одной стороны, с другой. Есть способ, как перевернуть лежачего человека. Нужно согнуть ногу, надавить на эту ногу, тогда повернется и таз, и корпус, и уже будет проще. А мне почему-то все время, я не хотела использовать этот способ. То ли потому, что это означало окончательное принятие того, что бабушка – лежачий человек, и уже ничего не изменить, и вот она уже такая. То ли потому, что это был какое-то, ну, типа, ауто-деструктивное поведение. Я вот сейчас понимаю, она-то, оказывается, у нее деменция, это началось давно уже. Вот микроволновка, когда мы купили, там, господи, разогреть, там, три кнопки нажать, да, я ей говорю, ма, так, 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 я не это, я не помню. Я ей квадратик, нет, я ей потом писала, что нажать. Она тоже как-то, вот, ну, не доходила до нее. Потом я квадратики, вот, и я пишу, там, красный цвет. Первая кнопка подписывала по цветам. Ведь это уже были признаки этого заболевания. Вот как сейчас я понимаю, я тогда думала, ну, не, я думаю, господи, что она не может запомнить? То есть, ну, я не знаю, сколько она деменцией болела, но, наверное, лет пять, мне кажется, ну, однозначно. То есть, только это потихоньку начиналось. То есть, она забывала. Как включить микроволновку? Вот мы уезжаем с Алисой отдыхать. Я куплю продукты там, ну, допустим, мы уезжаем в Крым. Я говорю, ма, ну, все, вот я там купила, а ты потом пойдешь там, а она, да я уже и не буду выходить до вашего приезда. Я говорю, ну, а что ты не будешь выходить-то? Да я уже не буду. То есть, понимаете, она уже как-то и выходить, то ли боялась, то ли, я не знаю. То есть, вот это шло постепенно, но я не понимала, что это такое. Я думала, что это, как сказать, ну, старческое, или, как сказать, ну, просто, ну, капризы какие-то. Не знаю, что я думала, что это капризы, что это несерьезно. Получается, вот так, где-то 0,5 точно. Вот так вот мне потихонечку, хуже, 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 хуже. Ну, и в результате вот случилось так, как случилось. Вообще, с самого начала у нее стоял диагноз ишемия. Но, к сожалению, врачи нам никогда не объясняли, что это значит. И, ну, я, конечно, могла что-то погуглить в интернете, там, тем более, мне интересна биология. Я вот погуглила, да, что это недостаточность кровоснабжения. Ну, и оно как-то так звучит абстрактно. Ты как бы не понимаешь, чего ждать. И на самом деле диагноз, вот, что это деменция, что это такое, нам объяснили только, наверное, через полгода после какой-то из ее госпитализации. Ей там начали уже в анамнезе, по-моему, писать деменция, вот что-то такое. И мы тогда, в общем-то, и поняли, что это. Я помню, что у нее взгляд постепенно становился такой пустой. лицо такое, как бы она все реже улыбалась, смеялась. И, ну, вообще, это свойственно людям, у которых деменция, то есть у нее деменция из-за инсульта развелась. Это свойственно для них какие-то депрессивные состояния. И вот она постепенно в него погружалась. И за год, ну, за полтора ее болезни, она утратила вообще какую-то способность, как мне кажется, радоваться жизнью и вообще интересоваться ей. Ну, например, у нее было радио, я спрашивала бабушка, тебе включить радио? И поначалу она такая, да, давай, включи мне радио. У нее там была даже какая-то любимая программа по этому радио. А потом она как-то начала отвечать, как хочешь. Потом она вообще начала молчать. Ну, так же с телевизором. И вот эти вот, казалось бы, единственные источники радости и новой информации в ее жизни, и на них становилось все равно. Потому что, ну, действительно, это депрессия, я думаю. И в целом, наверное, она все меньше просто понимала об этом мире. И логично, что интерес к этому миру у нее угасал. Найден универсальный подарок для ваших близких. CGPods от тюменской компании Case Guru, которые вошли уже в топ-5 наушников в России. CGPods можно купить в 4 раза дешевле Apple AirPods, а количество функций в разы больше. Главное, это влагозащита. CGPods можно мыть под краном, принимать душ и даже плавать. Важно, что звук у CGPods не хуже яблочных. Автономность 20 часов. Девушки любят ушами. Если вы ищете подарок ей, вам нужны CGPods Lite с самым маленьким в мире антистресс кейсом. Как коробочка для кольца. Девушки в восторге. И щелкает магически. Брутальный CGPods 5.0 в кейсе из авиационного алюминия, который выдерживает до 220 килограмм. Запредельно надежный девайс для активного использования. У модели 5.0 сенсорные. Ау-лайт. Механические кнопки управления телефоном прямо с наушников. Доступно 11 команд. Благодаря конструкции отлично сидят в ушах. Купить их можно только онлайн. 3 990 настоящая цена. Без наценок сетевых гигантов. Производитель дает год гарантии, а если что, обмен на новые без ремонта. На мой взгляд, отличный подарок в любой ситуации. Переходите по ссылке в описании в официальный магазин производителя. По промокоду Елена02 вы получите скидку специально для наших зрителей в 200 рублей. Она действует на любые модели наушников CGPods. Поскольку я не знала, что такое деменция, я не понимала часто поведение своей мамы. То есть, вы понимаете, она лежит, разговаривает со мной нормально. Там Оксан, там что-то про работу, неважно. Потом раз, что-то происходит, и она начинает говорить какую-то ерунду. Ну ладно. Или там что-то говорит, говорит нормально, я ей говорю, мам, ну давай там, допустим, кушать. И она раз, опять начинает говорить ерунду, и не ест, допустим. Я начинаю злиться. Я говорю, мам, ну ты что, у меня уже вот, я говорю, ну ты что, издеваешься? То есть, я не понимала, что это она не издевается. Как сказать, она, что-то происходит в голове, наверное, как-то. Она выпадает из реальности, и она уже не слышит меня. А я ей пыталась доказать. Я ей вот объясняю, допустим, что-то. Кому объясняю? Вот сейчас я понимаю, что это бесполезно объяснять, только я себе нервы, значит, треплю. Ну, и ей я не знаю, она, скорее всего, просто не понимала, что я говорю. Естественно, поначалу она полностью была с нами контактна. Вообще, ну, как бы, это никак поначалу не отражалось ни на ее интеллектуальных способностях, ни на каких-то коммуникативных. Могли с ней поговорить, могла ей что-то рассказать. но постепенно, оно как-то, ну, не сразу, естественно, произошло, и если сравнивать, например, с концом болезни, в конце болезни она не узнавала меня, она не узнавала маму, она видела во всех свою маму, ну, то есть, мою прабабушку. Вот. с этим тоже связаны всякие ужасные вещи, потому что она все время просила отвезти ее на Украину, это место, откуда она родом. Ну, больные с деменцией, они вот часто хотят вернуться в то место, где им было хорошо, в детстве, как правило. Она все время видела свою маму, все время с ней говорила, и это пугало. Лично меня это, ну, это просто меня напрягало, то есть, мне как бы было грустно, что моя бабушка сходит с ума и говорит с людьми, которых нет в комнате. Мою маму же, например, это просто в ужас водило, то есть, она пыталась объяснить маме, своей маме, моей бабушке, что тут никого нет, тут никого не может быть, она говорила, ну, 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 как же так, твоя мама, она умерла. А этого, на самом деле, делать не стоит никогда, потому что лучше просто, то, что называется ложь во благо, лучше просто сказать, да, подожди секунду, вот, сейчас я там пойду посуду домой, а потом мы с тобой поедем в Украину. Больной с деменцией забудет о том, что он просил это, он забудет о том, что ему ответили на это, но он хотя бы не будет переживать каждый раз осознание того, что мама умерла, но Украину поехать не получится, а для, как бы, для нее это колоссальная трагедия, это то, чего она хочет, и то, чего она не может получить, и это какой-то ужас, она бесконечно, получается, сталкивалась с тем, что она не может туда поехать. Я очень жалею, что я вообще не узнала о том, что так лучше делать в момент, когда бабушка еще была жива, потому что это бы облегчило жизнь и ей, и моей маме, она перестала бы все время пытаться что-то объяснить. Понимаете, еще у меня мама, она не просто лежала, она все время, Алиса, говорила, она разговаривала. Вот это непрерывный фон, она говорит, 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 я не помню, что, но какую-то вот, сначала она разговаривала с покойниками, я даже какое-то время боялась находиться в квартире, когда первый раз она начала говорить с покойниками, а я такой еще суеверный человек, я такая, господи, думаю, господи, она их, наверное, действительно видит. Я реально, что-то это самое. А потом я поняла, что она никого не видит, просто у нее идет вот это, и она говорит, говорит непрерывно, вообще не замолкает, не помню о чем, вот не замолкает, то тише, то громче. Алиса там, бабушка, ну пожалуйста, я там уроки не могу делать, дверь закрывала она, уши дозам зацекала. Я бы пыталась тоже наушники заткнуть, потому что вот поток вот это непонятно чего, он идет непрерывный. Это еще сгущает вот эту атмосферу, понимаете? Ну, наверное, да, то есть она вот непрерывно говорит, Алиса там что-то делает, я нервничаю тоже хожу, вот Никита пришел, там бабушку поднял, туда-сюда гулять свозил и уехал. Я говорю, не могу, у вас тут как в дурдоме. Моя жизнь, она стала как-то резко, сильно отличаться от жизни моих одноклассников. И я даже не могла поделиться с ними, с большинством из них, всем этим, потому что они не понимают, что это такое, они, у них здоровые там бабушки, дедушки, они это не осознают. Вот, но была у меня до сих пор, слава богу, есть лучшая подруга, вообще, самый замечательный человек на свете, потому что она вообще всегда меня выслушивала, она могла меня понять, к ней я могла прийти, я очень часто приходила к ней тогда в гости на ночевки, потому что мой дом тогда был, это заходишь и сразу услышишь из комнаты стоны, потому что человек в деменции, у него были галлюцинации, она разговаривала со своей умершей мамой, она говорила, что ей больно, а поначалу мы с мамой как бы реагировали на фразу о том, что ей больно, мы вызывали скорую, мы давали ей таблетки, оно не помогает, потому что у нее ишемия, у нее недостаток кровоснабжения, ей больно от этого, но обезболивающие обычно ей как-то не помогали, врачи скорой помощи приезжали, либо говорили, что мы ничего не можем сделать, либо кололи ей какое-то обезболивающее, уезжали, в больницу никогда не забирали, и вот что нам с этим делать, что ей больно, как мы не можем ей помочь, постепенно мы перестали на это реагировать, потому что мы поняли, что это видимо нельзя поменять, То есть она всё время говорила, что ей больно. Потом ещё этот запах, ну понятно, какой запах в доме с лежачим человеком. И когда я из этой всей атмосферы, где на мне какая-то колоссальная ответственность за жизнь другого человека, которой я на самом деле этой ответственности не хотела, она на меня свалилась без моего ведома и моего желания. Когда я из этого попадаю в обычную спокойную квартиру, где живёт моя подруга со своими родителями, где у них так всё время тепло, уютно, где никто ни с кем не ссорится, мне там было так легче, и я просто приходила к ней и сидела, смотрела в одну точку и плакала. Вот она мне рассказала недавно, я это забыла, слава богу, но это жёстко, это тяжело. Большая часть ответственности лежала на маме. Брат съехал, он вообще не жил с нами, только иногда приезжал с чем-то помочь. Я не могу его осуждать за это, потому что, как вы понимаете, мне тоже что-то не нравилось. Мы с мамой сначала делили это всё примерно 50 на 50, но я постепенно просто переставала делать какие-то вещи, и вся ответственность кидалась на маму. Но, типа, часть, она всё равно всегда лежала на мне, вне зависимости от того, в каком состоянии была бабушка, начало это её болезнь или конец. Частично всё равно я должна была что-то делать, хотя бы иногда покормить, хотя бы иногда поменять памперс, выслушать маму, потому что маму тоже никто не мог выслушать, её тоже никто не понимал. У неё тоже была подруга, которой она могла что-то рассказать, но она переживала, она боялась это делать, потому что, ну, как-то вроде чужой человек. И она, ну, делилась своими переживаниями со мной. А у нас при этом ещё с ней всё время были ссоры, потому что я, честно, я всё время просила сдать бабушку в дом престарелых, ну, скорее, в ПНИ, наверное, а мама этого делать не хотела. Тут, понимаете, дилемма такая, я должна была выбрать между Алисой и своей мамой. Просто Алиса, она относится к бабушке, как к бабушке. И, в принципе, она её, сначала она была маленькой, ну, она что-то помнит, а потом бабушка уже стала постепенно болеть. То есть, а я-то свою маму помню ещё, грубо говоря, молодой, красивой, здоровой и так далее. У нас разные отношения, и я не могу отдать в дом престарелых её, потому что это расцениваю как предательство. Она вообще всегда с нами жила, то есть там как было? Бабушка изначально переехала сюда, познакомилась тут с своим будущим мужем, им дали вот эту квартиру, в которой мы сейчас находимся, и родилась мама, и вот она всегда находилась с нами, и, по сути, у бабушки своей жизни не было. Она всё, всё своё время, которое у неё было, она отдавала сначала маме, потом внукам. Я совсем не помню её до болезни. Она любила меня заботливо, она покупала кукурузные палочки Кузя, она постоянно рассказывала истории жизни в деревне, немного из города. Я хотела её смерти будто бы всегда, и я думала о том, что она скоро должна умереть. Это, наверное, страшная фраза, но сейчас, если я вспоминаю вообще свои отношения с бабушкой до её болезни, я помню, что я всё время чувствовала вину перед ней, но они у нас испортились из-за того, что она меня как-то гиперопекала, мне кажется. Я вот помню, что у нас с ней где-то лет с десяти моих, наверное, начались какие-то постоянно ссоры, причём я вела себя очень грустно, очень плохо. То есть я прямо кричала, всё заканчивалось тем, что бабушка плачет, я плачу, никто ничего не понимает. И я постоянно чувствовала вину, но при этом мне как бы постоянно хотелось, чтобы бабушка отдалилась от меня, перестала делать то, что она делает, не гуляла со мной. Просто слишком много времени мы вместе проводили. Ну то есть она забирает меня из школы, я прихожу домой, я делаю уроки, я прямо хорошо помню, я сижу на диване, читаю историю, мимо проходит бабушка, и когда я слышу шаги, у меня прямо в голове начинает всё плыть, я начинаю паниковать, что она сейчас зайдёт в комнату, и я собьюсь с параграфа, который я читаю, и я его не выучу. Ну оно не из ниоткуда взялось, она действительно часто заходила, когда я делала уроки, просто посмотреть на меня как-то, видимо, её умерял этот процесс. Ну и это, в общем, меня напрягало. То есть я гуляла всё время с бабушкой, вот вплоть до её болезни. Наверное, нужно было со мной меньше времени проводить и дать мне больше самостоятельности. Я понимаю, что это сложный момент, вот это вот у ребёнка, когда ему нужно уже дать эту самостоятельность, когда ещё не нужно. Сложно понять, он уже соображает, что ему там не нужно садиться, например, в машину какому-нибудь человеку, который его туда зовёт. Или он ещё не соображает. Но этот момент прямо нужно уловить, потому что иначе, видимо, происходит такая ситуация, что происходит ссора с человеком, уставание от него. И я не думаю, что... Точнее, я не виню как бы бабушку Вайзму, она сама вообще из деревни. Я не думаю, что она когда-то читала книги по психологии ребёнка и вообще анализировала всё это. Ну вот она просто воспитывала, как воспитывала. Ну у неё образования не было, то есть она кончила несколько, не знаю, если честно, сколько классов своей сельской школы и работала кем только могла. И уборщицей, и на заводе там каким-то, ну, несложным рабочим. По-моему, она, знаете, типа тетрадные листы со станков переносила в коробки, вот что-то такое. В общем, кем придётся, где платили, тем и работала. Потому что, особенно в 90-е, это сложные времена. И вот тогда она там, несмотря на то, что уже ей было уже 50-60 лет, она всё ещё работала, но она как бы всегда это делала для мамы, либо для внуков. Ну вот такая вот, прям всё для семьи. Вот я ещё это самое, всё для семьи. Готовила. Я вообще не люблю готовить очень. Она готовила постоянно. Ну, незаменимый человек. Вы знаете, поскольку вот у меня было два брака, и два раза я развелась, то без мамы я не знаю, как бы я справилась в плане ухода за детьми. Потому что работа очень напряжённая, и она мне очень помогала. И в плане финансов она мне тоже очень помогала, потому что пенсия там у неё была, какое-то время она ещё работала. Для своих родных она сделает всё. Она вот в лепёшку расшибётся, в ущерб себе. Вот она всё для своих родных. Вот это. Ну, добрая была, да, меня очень любила. Внуков, мне кажется, любила больше, чем меня даже, потому что вот мне сын, если начинаешь там на него что-то, она сразу, сначала вроде сердца, а потом сразу начинает защищать. Ну, может, все такие бабушки, я не знаю, как с чём-то связаны. То есть добрая и преданная, там, ответственная. Ну вот. То есть, получается, вот ты живёшь с человеком, живёшь, всё так, когда он здоров, всё хорошо. Так все довольны, счастливы, когда он тебе помогает, всё хорошо. Там, с детьми, когда помогает, тоже всё отлично. Поскольку я два раза была замужем, оба раза развелась, то есть, получается, что бабушка мне всё время там помогала. То есть, получается, пока она здорова, как бы она нужна, а потом она заболевает, ты её отдаёшь в дом престарелых. Ну, в моём понимании, так делать нельзя. Вот. Мама как бы всё время выбирала бабушку, мне она всё время отказывала в этом. У нас с ней постоянно были ссоры насчёт этого. И даже был такой момент, когда после очередной ссоры мама ушла погулять, как бы остыть, сбросить пыл. А я решила, что я вообще больше не могу в этом всём находиться. Это просто ужас. Оно не заканчивается. И оно не выглядит так, будто оно вообще когда-то закончится. И у нас дома как бы как так получилось, что все ножи тупые. Я взяла крышку от сметаны, знаете, такую прозрачную, пластиковую, которую вот накрывают её, порвала её, и там такие, ну, зазубрины получились. И я руку разли... ну, как бы попыталась порезать её, чтобы вскрыть вены и погибнуть, и уже, в общем, в этом всём не находиться. Потому что это было ужасно. Здесь ничего не осталось, потому что это крышка от сметаны, она тупая, я не дорезала ни до каких вен. Я не соображала, как это сделать. Я просто... Ну, типа, это просто был импульс, который я рассчитывала освободить меня от всего этого. Но импульс меня ни от чего не освободил. Ну, я это довольно быстро поняла и просто пошла спать. У нас так получилось, что мы остались, значит, я и Алиса. Вот сейчас ей был на тот момент, сколько, 14? 14-15, вот так вот. Ну, как бы мы вдвоём остались. И я почему-то думала, что Алиса у меня старше не в том плане, что у меня... Я забыла её возраст, а в том плане, что она достаточно такая рассудительная, и мне как-то всё время, как со взрослым я с ней, знаете. А оказывается, это она ребёнок, она ещё хуже воспринимает, чем я. Вот. И это привело к тому, что у неё вот тоже там, так сказать, ну, проблемы начались на этой почве. Когда я снова поняла, что мама не собирается выбирать в этой ситуации меня, я взяла нож, типа, пришла к маме и сказала что-то вроде «Вот смотри, то же самое происходит типа с моей душой». И типа начала резать руки, ноги этим ножом. Он опять же был тупой, поэтому до вен я не дорезалась, и шрамы, они есть, но нужно очень хорошо присматриваться, чтобы их увидеть. Вот. И потом просто киданула этот нож на пол и встала и смотрела на маму. А мама? А мама смотрела на меня очень странно, взяла нож, унесла на кухню, и мы об этом не разговаривали. И я не могу её осуждать за это, потому что сама мама, она тоже находилась просто в крабешном аду. Умирает её мама, ей её очень жалко, она пытается вообще сделать всё, чтобы хоть как-то облегчить её состояние, она постоянно в этом варится. Она рассчитывает хоть как-то поделиться этим с дочерью, она рассчитывает получить помощь, у неё поддержку, но она не получает её. Потому что дочь тоже сходит с ума и устраивает ей такие концерты. Особенно тяжело было, когда я взяла отпуск. Так-то я хоть иногда, ну не иногда, вернее, я ходила на работу, а так, когда я взяла отпуск, я находилась с ней постоянно. И ещё врач сказал, её надо переворачивать каждые 15 минут. Вы понимаете? То есть я лежу, так, 15 минут прошло, я пошла, а ей-то больно, то есть я прихожу, раз перевернула, дошла, посидела, о, опять 15, потом я перешла на полчаса, думаю, ну это же издевательство какое-то, ей же больно. Потом я каждый полчаса ходила, её ворочала, ну это из-за пролежни. А вы знаете, а пролежни уже, видать, это сосудистое что-то пошло, там вот даже ворочай-не ворочай, там вот она лежала, допустим, совсем чуть-чуть, и раз на ноге сразу образовывается типа синяка, а потом раз, и уже как язвочка, то есть оно вот прям моментально, как человек начинает заживо вот гнить, я не знаю, как называться, то есть только не было уже это, у меня там всё было, матрас, вот это было, специальные валики я катала, под ноги подсовывала, под попу такую покупала, специальное приспособление, такой круг резиновый, но это ничего, к сожалению, не помогло. У меня проблема была в том, что я не могла вот эти вот раны обрабатывать, я морально не могла, мне кажется, если я немножко пообрабатывала, я бы, наверное, сама в дурдом уехала, потому что очень страшно, очень страшно. Я считаю, что я сознательно делала ошибки, какие-то, например, ну бабушку нужно было кормить, бабушке нужно было менять памперс. Я, как уже говорила, поначалу это делала, делала каждый раз, когда это нужно было, а потом постепенно перестала, потому что, ну, она не хотела есть никогда, и эту ложку несчастную с кашей нужно было в течение минуты-двух каждую умолять ее съесть, ее, естественно, нельзя просто взять и запихнуть, у человека повредится там губы, рот, это, ну, как-то преступно, что ли. Вот, и типа каждое кормление, оно растягивалось на минут 30, вот такой вот маленькой тарелочке. И я помню это очень четко, это было лето, и у мамы поменялся немного график, не то что немного, она, он полностью поменялся, она начала работать сутки через четверо. И в момент, когда мама уходила на сутки, бабушка полностью оставалась на мне, мне нужно было вот все сделать. Я, например, с утра меняла ей памперс, кормила ее, в обед могла покормить или не покормить, и уезжала из дома, просто, чтобы не находиться здесь. И бродила просто где-нибудь в Москве, по городу, чтобы не контактировать. Потом приезжала вечером, и поначалу, когда я так начинала делать, я кормила ее ужином, меняла ей памперс второй раз. Но постепенно это все скатывалось в то, что я вообще ее не кормила, я вообще не меняла памперс. И на самом деле, это означает, что я причастна во многом к ее смерти, потому что у бабушки были пролежни. На кресце, на бедрах, если не менять памперс человеку с пролежними, они только сильнее разрастаются, только сильнее гниют. И пролежни-то сами тоже нужно обрабатывать. Но это тоже как бы непросто, потому что это дырка в теле человека. И я просто, я даже не понимала, как к этому подступиться. Типа, наверное, нужно полить ее обезвраживающим средством, но это же дырка, она в итоге просто остается на дне. И что мне тогда с этим делать? И это на самом деле просто ужасное зрелище гниющей плоти человека и со всеми вытекающими там запахом и со всем этим. И из-за того, что я как раз не хотела с этим контактировать, я ничего этого и не делала. Когда она мне говорила, какие она делала, ну, как бы сказать, неправильные вещи, мне это прям не хочется слышать, мне это больно слышать. но я стараюсь об этом не думать, поскольку изменить это уже нельзя. И отчасти в этом виновата я. Ну, потому что я переложила на нее ответственность, и, собственно, поэтому я и виновата. Поэтому осуждать ее тоже как-то совсем уж нельзя. Конечно, больно, что это так было. Блин, неожиданно для меня. Ну, видать, она сломалась реально на каком-то этапе, она сломалась. Потому что когда в начале болезни, там, когда еще мама болела, она тут и бегала, и скорую вызывала, и все, все, все. Ну, видать, у нее вот это произошло, прям накопление, накопление, и она уже просто, наверное, ну, тоже психика, я говорю, не безгранична. Безгранична. В каком-то этапе она уже не смогла, наверное, просто. Я очень жалею, что мы узнали про патронажную службу слишком поздно, уже там на последних нескольких месяцах бабушкиной жизни, потому что приходит медсестра или врач, который объясняет, что происходит с человеком, который помогает обработать пролежни. Они приносили всякие необходимые для этого растворы, бинты, там, мази. Это все на самом деле стоит денег, это, ну, дорого. Это, конечно, очевидно, что это не бесплатно, но когда тебе это дают, это бесплатно, это замечательно, потому что очень, очень много средств вообще уходит на содержание больного человека как на расходные материалы типа бинтов, так и на таблетки, которые человек принимает, чтобы какие-то состояния купировать. Вот, и эта патронажная служба, она, люди оттуда вообще герои, как мне кажется. Не знаю, сколько им платят, но мне кажется, миллионы должны платить. Лично я бы не смогла. Ну, оказывается, есть еще у нас хосписы, это все знают, но есть при хосписах еще служба, которая выезжает на дом и оказывает помощь. Я не знала, что есть такая служба. Мне уже сказала знакомая, уже буквально там, ну, не знаю, за месяц, за полтора, до маминой смерти, потому что я уже не могла. У нее были такие ужасные пролежни, я просто физически не могла уже. Вы знаете, вот человек на спине, у него просто гниет спина. Приходит хирург, он просто отрезает вот этот гниющий кусок мяса. Я ему такая еще говорю, а он говорит, ну, вот, надо удалить. Я говорю, ну, да, я сейчас отрежу. Я говорю, а укол? Она не почувствует. То есть там оно вообще уже, как-то, я не знаю, то есть он так раз-раз отрезал, выбросил. А вот с этой дыркой-то мне что делать-то? А вы понимаете, там же не маленькое, там прям полотно. И вот это я делала, мне это очень тяжело. Оказывается, есть вот к чему я, палеотивная служба, которая приезжает, девочки замечательные. Они раз, все быстренько, у них все материалы есть. И специальные такие пластыри, которые вот там как-то, я даже так и в аптеке не видела. Ну, не знаю. Вот, короче, к ним обращаться, и они вот эти буквально там сколько? Ну, полтора месяца, наверное, может быть месяц, я не помню. Они ездили, не помню, сколько они, раз в неделю или два раза в неделю, не помню я. Короче, они очень помогли. То есть это надо, вот обязательно, это очень облегчает жизни. И как-то не так страшно. Потому что когда, я же одна на один, что я один взрослый человек. Алиса ребенок. Ну, что она, Алиса, иди, она как тоже. Никита живет отдельно, и жил отдельно. Ну, собственно, вот. Последние дни она провела в реанимации. Ее вообще забрали, по идее, с желудочным кровотечением. Туда потом оно не подтвердилось. Но она находилась в реанимации, и у нее сердце постепенно переставало биться просто. А у нас в России эвтаназия запрещена. И вообще врач, он обязан максимально полностью оказывать помощь больному. И бабушки из-за этого просто постоянно, каждый час, кололи адреналин, повышая дозу каждый час. Потому что сердце постепенно приобретало толерантность, уже не реагировало на предыдущую дозу. И лежала бабушка в 15-й городской больнице. Прямо из моих окон видно это место. И я навещала ее каждый день. И видела просто своими глазами, как эта доза растет. А бабушке в больнице было страшно, неприятно и некомфортно. И вообще сложно что-то говорить ей было в той ситуации. Непонятно вообще, что сказать умирающему человеку. Нужно сказать что-то правильное, однозначно что-то нужное, да, ну что? И я пыталась просто максимально собраться. Я старалась не плакать. Тогда я уже поняла, что бабушка ничего не понимает. И нужно ей, наверное, создать какую-то иллюзию, что все хорошо. Я вот ей говорила, что ты молодец, бабушка, все в порядке, скоро все закончится. Пыталась ее как-то успокоить. У нее все время был взгляд непонимающий. Потому что, как я уже говорила, под конец жизни она перестала узнавать и меня, и маму. Но мне очень хорошо запомнился момент, когда я должна была уже уходить. И она так как-то на секунду посмотрела на меня таким прояснившимся взглядом, непонимающим, что происходит, где она оказалась. И вот это очень тяжелый момент на самом деле. Но при этом я не могу сказать, что я переживала очень сильно, что бабушка умрет. Потому что это было для меня облегчением. И в момент, когда я узнала, что она умерла, мне позвонила мама. Я вообще пришла тогда после школы, легла спать, проснулась, смотрю, у меня пропущенный от мамы. Перезваниваю, и она говорит, вот, меня не пускают бабушки, у нее встало сердце, ее откачивают. Я прибежала в больницу, и оказалось, что ее 30 минут еще пытались вернуться, вернуть к жизни. В моем понимании это все очень неправильно. Я не юрист, у меня нет каких-то поправок в закон, которые могу предложить, что делать с этой ситуацией конкретно. Но мне определенно кажется неправильным, что человека, который очевидно умирает, пытаются вернуть к жизни 30 минут, когда он уже наконец умер. А до этого еще максимально оттягивают этот ужасный момент. когда все равно очевидно, что он произойдет, но мы не можем, ничего не может медицина сделать в этой ситуации. Вы знаете, когда забрали даже, я думала, она выйдет, вот реально. Ну, то есть я видела, что, думаю, ну, сейчас вот это остановит желудочное, мы думали, что кровотечение, ну, пролежнее. В моем понимании, что такое пролежнее? Ну, да, там нет кожи, но ведь люди, бывают же, ожоги, там, сколько процентов, когда, да, все-таки, ну, это же все-таки вот честно говорю, я думала, что она выйдет. Я планировала, как это обустроить, уход опять дальше. Даже когда я приходила в реанимацию, я такая говорю, ну, там это, ну, как самочувствие, уже мама лежала под адреналин, ей вот это вводили, укол такой постоянно. А мне, ну, одна медсестра так скажет, другая там так, а потом одна говорит, девушка, ну, вы что не видите, она у вас умирает. И вы знаете, то есть она мне так сказала, и прям вот реально как-то мне осознание пришло. То есть до этого я еще как-то вот в реанимацию она попала у меня, и я еще планировала, как же я выйду на работу, мне обязательно нужна сиделка. Какие-то я планы строила, что надо сиделка, потому что, ну, я никак не смогу уйти на работу. И искала сиделка, а потом она мне вот так сказала, я шла из пятнашки, я шла, я так горько плакала. Я каждый день, ну, тогда у меня еще был отпуск, я каждый день ходила туда к ней. И вот я пришла, и меня врач, подождите, я стою, думаю, что ж такое. Я думаю, какие процедуры, подождите, подождите, потом вышел, сказал, ваша мама остановила сердце. я ждала еще, мы делали все, что могли, но не смогли его завести. ну, я пошла, пошла сюда, домой. с другой стороны, даже если бы они завели сердце, это еще бы отсрочено ее мучение. Мне моя бывшая свекровь сказала Оксана, она отмучилась, потому что, конечно, она в реанимации, это ужасно, належал, вот этот адреналин ей вводит, вот такой шприц, и туда постоянно, я смотрю на аппарат, а давление падает, и это, когда еще вот я ходила накануне, я подхожу к медсестре, говорю, я говорю, нельзя дозу увеличить, это давление как-то, она говорит, если мы еще увеличим, у нее сердце не выдержит, нельзя больше, я тоже поняла, говорю, ну, думаю, на адреналине даже, мне уже, ну, давление, вот это, пульс уже были плохие, и в момент, когда я узнала, что она умерла, это была невероятно странная смесь эмоций, это и облегчение, при этом, и какой-то ужас, и страх, и я помню, что у меня сразу что-то на меня нашло, и мне начало казаться, что маму все хотят обмануть, что ее хотят наверняка сейчас обмануть на деньги, когда мы организовывали похороны, я все время, как какой-то коршун, просто смотрела на всех угрожающим взглядом, типа, ух, даже когда ее отпевали в церкви, мне почему-то начало казаться, что священник, с ним что-то не так, он тоже хочет как-то навредить, и там, когда отпевают человека, вокруг него ходят, короче, и для этого родные должны отойти от гроба, и когда он проходил, я отходила на шаг, давала ему пройти, потом снова подходила к гробу, потому что мне казалось, что надо контролировать эту ситуацию, что что-то сейчас пойдет не так, и я должна быть наготове. Если бы на начальном этапе врачи назначили правильное решение, лечение, то я предполагаю, что моя мама была бы жива, поскольку, когда я вызвала психиатра, и говорю, ну вот, она перестала ходить, у нее деменция, а врач такой говорит, я говорю, если ко мне просто на работе, девчонки сказали, что есть определенные таблетки, которые замедляют деменцию, я ей называю врачу эти таблетки, я говорю, можно ей давать их? Уже мне просто на работе сказали. Она говорит, ну можно, конечно, но они уже ей не помогут. Это надо было раньше давать ей. Возникает вопрос, почему ни один врач не выписывал препарат от деменции, понимаете, вот, может быть, когда она поставили диагноз, вот просто ей писали, деменция, деменция, ничего не, мне может быть надо было, вы знаете, ну куда-то поехать проконсультироваться, я вот это вот что-то вот упустила, я не знаю, мне что врачи говорят, я это и делаю, вот они назначили лечение, я как, так сказать, с комплексом отличника, я все это делаю, вот все, написали, все, все таблетки даю, ну вот и все препараты, они там не были от деменции, там все было от давления, от сердца, мочегонные, там вот всякие, кроме вот этого, я уж не буду препарат называть, но это нельзя, вот, вот этому как бы я упустила момент, то есть надо было бы, наверное, как-то зацепиться за это, и может быть тогда мама была бы жива, мне кажется, честно говоря, потому что человек-то умер, если так говорить, то от пролежни получается, потому что деменция ведет к чему, сначала там человек, потом ну ходит, ходит, потом он забывает, как ходить, он ложится, человек лег, все, возникает пролежник, как ты не старайся, кровоснабжение нарушено, короче, все равно образуется пролежник, как ты не старайся, вот, а потом уже человек начинает просто заживо гнить, просто от него отлезают куски, просто, и все, а потом какой-то процесс происходит уже необратимый, и в общем, вот так вот как-то. Просто тетрадь по физике, но здесь написано, типа, по этим записям я смогла понять, почему мне было плохо, я пыталась вспомнить, что меня волновало, может быть я переживала, что бабушка умрет, это вот период, когда она в больнице, она могла умереть, это была реанимация, нет, на самом деле, если быть честной, я же очень устала от того, что вся эта ситуация с бабушкой происходит, что мне нужно за ней ухаживать, это и физически, и морально тяжело, и какой-то страх того, что она умрет был, но это не было основополагающим, как и основополагающим не было то, что я боялась, что она не умрет. И на самом деле я поняла, что я, у меня в голове просто не укладывалось, как так может быть, что прямо сейчас, в момент, когда я сижу на физике и решаю какие-то непонятные, вообще никому не нужные задачи, в километрах трёх от меня в реанимации лежит моя бабушка и умирает. Люди вокруг меня смеются, шутят какие-то шутки. Как это вообще возможно? Они же тоже знают, они все знают, что люди смертны, и я тоже знаю, что люди смертны, но почему у меня это вызывает такие просто невероятные эмоции, осознание того, что я смертна, вызывает у меня ужас, страх, непонимание. Я не понимала, как они могут смеяться, может быть, они просто не знают, что они умрут, но на самом деле просто дело в том, что этот момент, это был как бы пик осознания того, что я смертна. Сейчас оно не осознаётся в этой степени, и благодаря тому, что нет осознания в такой степени, жить, конечно, легче. Это просто безумие, я не могу смеяться, как я могу думать о таких мелочах, когда вокруг умирают люди. Они переживают нечто такое, а я просто сижу на физике и решаю никому ненужные вещи, слушаю ненужные мысли, думаю о ненужных вещах. Как я могу так поступать, когда она умирает, всё вокруг неважно в сравнении с этим, вообще абсолютно ничтожно. Она умирает, я больше не увижу, не скажу, не испытаю ничего, я не должна смеяться. Такое бездумное, беззаботное, лихое веселье, а как оно может быть, когда она умирает? Как это возможно? Она сейчас в таком состоянии, невероятном, нерутинном, высоком, а мы тут сидим и какую-то херню делаем. Это просто невозможно. Ну и здесь всякие, типа, отрывочные надписи, типа, «Мать твоя как будто пьяная». Потому что меня удивляло, я же, ну, по наитию действительно это делала, я не понимала, что я делаю, я думала, что, ну, я с ума схожу, всё, это конец. Вот так вот. Сейчас, сними стол, пожалуйста. Сними стол. Так, сними меня. Так, теперь сними Алису. А это моя дочь, умненькая Алиса. Такая умненькая. Садись, умненькая. Моё любимое место в этом доме. Вот. Ну да, ваше место около холодильника. Я по своей глупости переложила часть ответственности на неё. Она осуществляла за ней уход, когда я была либо на работе, либо куда-то уезжала. А вы понимаете, вот это я взрослый человек, и мне тяжело, да? А это ребёнок, там, 14-15 лет, который должен все те же раны видеть, все это видеть. Ну, как бы, я думаю, что это... Я думаю, ей, наверное, ещё тяжелее было всё-таки, ну, прям, однозначно. Я... Может быть, надо было сиделку мне нанять, но я уже была готова. Знаете, я на работе взяла отпуск, и думаю уже, когда я выйду, я всё-таки искала сиделки, чтобы нанять. Ну, как бы, уже так... Я так и не вышла на работу, мать умерла. Вот. Тоже дорогое удовольствие. Это очень дорого. Я спрашивала, я спрашивала, это очень дорого. Это было бы очень здорово, на самом деле, но сиделка, это дорогостоящее удовольствие. и в целом маме не хотелось, чтобы находился посторонний человек всё время в доме, но основная причина, это, конечно, деньги. И там, знаете, такая ситуация ужасная сложилась. Была доверенностью у мамы на получение пенсии бабушки. Доверенность это истекла, чтобы сделать новую доверенность. Бабушка должна была сама прийти в банк и написать эту доверенность, а бабушка не могла, она уже была лежачей. И когнитивные способности на тот момент, когда доверенность закончилась, уже были низкие. Можно было признать бабушку недееспособной, маму её опекуном. Мама подала в суд. Это мало того, что длилось долго, ещё и пришло к тому, что либо мама должна отвезти бабушку в суд, либо мама должна за 15 тысяч вызвать экспертизу на дом. Это какое-то безумие, это что-то очень неправильное в этой судебной системе. Почему нужно вести человека с инвалидностью, особенно с такой тяжёлой инвалидностью, в суд, чтобы доказать, что он инвалид? И почему экспертиза в таком случае платная за деньги того, кто её вообще назначает? Это ужасно. И это всё было настолько сложно, и оно настолько всё растягивалось, что мы просто уже как бы всё, ничего не стали делать. В это время пенсию платили или нет? Пенсию платили, она вся скапливалась на счёту бабушки, но мы не могли её снять, потому что доверенность закончилась. И как это всё разрешилось? Оно разрешилось ну никак, просто мы без сиделки как бы ухаживали за бабушкой, когда бабушка умерла спустя полгода спустя полгода или около того, типа, официально можно было уже снять эти деньги, и они пошли на похороны бабушки всё. Потому что маме хотелось, чтобы они были ну, такими нормальными, в общем, правильными, хорошими. Когда мама умерла, у меня вот, как сказать, я похоронила, и началось вот это самокопание, вот, наверное, я так предполагаю. Если бы пришёл хотя бы один специалист и сказал, у вас вот это, или где-то там в больнице при выписке вам, как, они дают выписку, всё, лекарства идите, пейте. Я все лекарства даю, я, у меня прям всё чётко было. Если бы кто-то сел и сказал, вот у вас мама, вот у неё такая болезнь, допустим, вот главное в моём понимании, я может не понимаю, это деменция, она болеет этой болезнью. Надо лечить вот этим, будет вести она себя следующим образом, вот хотя бы объяснил кто-то и всё, и тогда бы, я думаю, было бы совсем по-другому всё. И я бы себя вела более, как сказать, спокойно, да, и может быть и лечение, вот, проблема в том, что никто не объясняет, вообще никто не объясняет. А кто должен объяснять? А мне кажется, должен объяснять тот человек, кто первый, ну вот, при выписке из больницы врач поставил диагноз деменция, хорошо, у них там не до меня там поток. Я пришла к терапевту своему, допустим, да, к маминому терапевту, всё, он должен мне рассказать, мне кажется, вот так вот объяснить, что вот ваша мама болеет такой-то болезнью, она будет себя вести вот так вот, и вы должны делать следующее мероприятие, всё. Знаете, есть на ютубе какие-то видео, да, про людей, которые ухаживают за людьми с деменцией, и мама их часто смотрит, и часто говорит, вот какие они молодцы, они герои, они просто ангелы, они, судя по рассказам, как-то идеально ухаживают за своими родными. Я более чем уверена, что они действительно такие, что они идеальны, они ангелы, но просто не все, к сожалению, могут быть такими. Моя мама очень хотела быть такой, но у неё, ну, не было ресурса быть такой, у неё не было сил вообще никаких, на то, чтобы быть идеальной, всегда как-то спокойно и хорошо разговаривать с бабушкой, понимать её. Но иногда человек просто не может. Вот. Это какая-то такая важная истина, которую я поняла, когда бабушка болела, что иногда ты просто вот, ну, не можешь что-то сделать, ну, как-то не бейся, но оно не получится. Вот. Ну, полезно на жизнь, наверное, понимать. Я не ужасно обижалась, если она что-то делала, неправильно, не вовремя, либо она говорила те слова, которые я не хотела слышать, я на неё обижалась, мы ругались, потом мы плакали, она, я, ну, как-то так у нас происходила жизнь, никаких копаний, психологов на тот момент не было. Может быть, надо было к психологу ходить, но, честно говоря, в тот момент никакого психолога, я сама к врачу не ходила, к зубному даже не ходила, я в каком-то угаре жила, вот реально. Ну, вот, наверное, я думаю, её обидел мой выбор, вот этот, который я сделала, что, наверное, мне кажется, она расценила это как предательство, то, что я не смогла отдать маму, я не знаю, это мне так кажется. но мы с ней отдалились друг от друга. если посмотреть какое-нибудь видео старое, когда бабушка, например, ещё не заболела или только начала болеть, мы с ней прям такие тактильные были, мы могли обняться и щёчку там друг друга поцеловать. Ну, короче, всё. Я большая девочка, но я ещё молодая. Я молодая? Да. Не старая. Ну, скажи. Ты не старая. А какая? Ты молодая. Ну, всё. Репортаж заканчивается. Мы будем кушать пиццу. Ну, всё. Дай анализ ещё. Смотри на эту нагло-хитрую лисью морду. Вот это лисья морда. А теперь мы вместе. А мы можем вместе? Ну, только если вот-вот. Вот так вот. Сейчас. А ещё Алиса сказала, что мы не похожи. У меня кожа лучше. Да? Да. Да. У меня лучше кожа и рожа. Нет, 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 нет. Но всё. Репортаж заканчиваем. Приступаем к приёму пищи. Всё. Но сейчас я этого не могу. У меня на всём этом стоит какой-то блок. Я каменею, если мама пытается что-то такое проявить ко мне. Только вот недавно, наверное, я начала понимать, что всё нормально. Типа, я могу её обнять. Это же моя мама. Всё хорошо. Но какие-то большие конфликты между нами происходили. Это действительно отдаляет людей друг от друга. Плюс моя мама, она переоценивала меня на самом деле, как мне кажется. Но она говорила, что вот я оказалась ей всегда таким взрослым человеком, потому что я умненькая, там на пятёрке одни учусь, так рассуждаю хорошо. И она не знала, наверное, что мой какой-то психоэмоциональный интеллект, он довольно низкий был, ну или соответствующий моему возрасту, я не знаю. Вот. И она очень, наверное, поэтому многого от меня ждала и многого не дождалась, к сожалению. Поэтому какая-то обида, разочарование в моих поступках у неё есть. Я знаю, что она осуждает меня за то, что я не кормила, например, бабушку, меняла памперсы, что я просто уходила из дома. И плюс я часто, ну не то, чтобы очень часто, но так, иногда, когда вспоминаю всё это, анализирую, я понимаю, что, в общем, выбрали не меня в этой ситуации. И я понимаю, почему. Потому что мама всю жизнь бывала с бабушкой. Очень много. Вообще, всю свою жизнь. Бабушка всегда её поддерживала в самые кризисные моменты, в 90-е, когда не было денег, когда мама разводилась со своими мужьями, бабушка всегда с ней оставалась. И это логично, что она её выбирает. Но вот сам факт того, что выбрали не тебя, он такой прям сидит немного и подтачивает. Но я не думаю, что я за это её осуждаю, просто это скорее расстраивает меня. Интересно, такая ситуация произошла, когда Алиса была поменьше. У нас были обнимашки там вот. Ну, с Никитой как-то нет. Я не знаю, почему уж, потому что мальчик. А потом, вот вы знаете, это всё ушло. Вот после болезни, вернее, ну, после всего этого у нас нет. У нас как-то вот, вот этого нет, короче. Не жалеете об этом, что это ушло? Ну, думаю, что да, но это уже и невозможно обратно вернуть, поскольку что-то произошло. Ну, как-то вот, может быть, потому что она выросла, я не знаю на самом деле. Я не знаю, может быть, не из-за этого. Может быть, она потому что выросла, а тогда она была маленькая. Хотя я иногда вот вижу же, взрослые люди, да, вот так, ну, как бы делаю это, но у нас этого как бы нет. Я думаю, мы уже обо всём, мы к психологу когда ходили, и так пытались, он одно задание давал, что надо дома прийти, там, посидеть, там, вспомнить какие-то моменты. Мы всё это 10 раз, нет, ничего нет, всё нормально, всё, обо всём уже поговорили, всё обсудили, мне кажется. Ну, немножко я говорю, у нас сейчас дистанция, ну, а может быть, это потому, что возраст такой, на самом деле, она же не должна быть, как сказать, прям открытая такая, всё-таки 17 лет человеку, чё ж. Ну, я думаю, какая-то такая детская идеализация мамы, она же у всех в какой-то момент пропадает, вернуть её нельзя, и не имеет смысла, просто она исчезла в момент, когда бабушка заболела, когда я поняла, что мама, это не что, ну, как бы не какой-то супер, прям человек, который вот всегда всё делает идеально и правильно, я поняла, что она может ошибаться, я поняла, что мы с ним можем быть в чём-то не согласны, и вот, ну, это просто должно было произойти когда-то, это у всех когда-то происходит, у меня произошло во время болезни бабушки, нет смысла это возвращать, и, есть смысл вернуть какую-то теплоту в общении, которая была тогда утрачена, я не знаю, могу ли я это сделать, наверное, это произойдёт, если мы всё обсудим, какие-то разногласия решим, поймём, что простили друг другу за что-то, вот, но мы ещё, ну, пути к этому это пока не произошло, мне кажется. А сейчас снимают? Снимают. Да, снимают. Сейчас снимают. А, небольшая заминочка. Так. Всё время думала, что она как будто больше, вот, не знаю. Она какая-то старше путаю, чем вот она на самом деле, тут она рассуждает, там что-то, и мне всё время казалось, что, я с ней всё время разговаривала, как со взрослым человеком, понимаете, это моя ошибка. Если я вспоминаю об этом, то да, мучает, потому что я всё осознаю, опять же, тот факт, что я не обрабатывала её пролежни, не меняла ей памперсы, это как ни крути, вне зависимости от причин, почему я это делала, это просто факт, это, скорее всего, ускорило её смерть, и, ну да, я чувствую за это вину, но в основном я просто не помню об этом, оно всё очень где-то глубоко под слоями моей психики, чтобы не вспоминать об этом, потому что это жутко травматичная и болезненная вещь. Ну, да, ну, ну это привело к чему? К тому, что у неё какие-то нервные срывы туда-сюда, к подорванной психике, получается, да, я пожертвовала, получается, да, Алисой. Я боюсь, что маму постигнет та же участь, потому что я просто не знаю, что я буду делать в этой ситуации, мне кажется, что я не смогу пережить это всё второй раз, и я надеюсь, что либо к этому моменту я буду зарабатывать достаточно, чтобы нанять сиделку, либо я покончу с собой, потому что, ну, в данный момент я в таком жизненном состоянии, что мне кажется, что я не прожила это настолько, чтобы адекватно снова погрузиться в это. Это всё ещё тяжело. Ну, это пошёл в ущерб Олесе, я не знаю, рассказывал, ну, наверное, в ущерб её психическому здоровью, эмоциональному, как сказать. но я всё равно считаю, что я поступила правильно, потому что я не могу отдать, но мы представим. вот, ну, невозможно просто взять и предотвратить деменцию или болезнь Альцгеймера, оно просто приходит, даже если тебе не хочется, даже если ты сам умный человек на свете, ты профессор, инсульт, и всё. И вот этот сложный орган в голове, он просто не работает нормально. Главное, это можно, я думаю, оттянуть, если замечать, что память ухудшилась, например, что ты какой-то рассеянный, забываешь какие-то элементарные вещи, какие-то несвойственные вещи в поведении, даже какое-то ухудшение настроения для человека, которому 60 или 70 лет, если он замечает за собой, что он постоянно подавлен, это на самом деле тоже может быть симптомом всего этого, и за этим просто нужно следить, вовремя обращаться к врачу, не бояться палеоативной помощи и уметь признавать, что проблема есть и проблему нужно решать. Ну, Алиса, наверное, ну, я не знаю, немножко попросить прощения, что переоценила ее силу. Вот так вот. Так все. Мне всегда очень хотелось поделиться всем этим. Я со сверстниками никогда не встречалась, которые попадали бы в такую ситуацию. Встречалась вот разве что один раз, но это был очень маленький, короткий диалог. Я там, не то чтобы особо искала, но в Ютубе или как-то в реальной жизни, я вот, я таких историй не знаю. Мне кажется, что если кто-то моего возраста или помладше, посмотрит это, ему будет лучше, потому что он поймет, что его страх или ненависть или боль, они все, эти чувства, они логичны, кто-то их тоже испытывает. Вот. Плюс мне кажется, что здорово, что я как-то рассказываю о том, что есть палеоативная помощь, патронажная помощь, что нужно за ней обращаться, потому что это тоже очень важно. Был очень интересный момент, когда там бабушка умерла, я со всем этим столкнулась. Мне стало очень сильно все равно вообще на все, что происходит. Меня не волновали какие-то плохие, негативные вещи, которые со мной происходили, потому что я думала, я жива вообще. Самое главное, что я жива. И что бы со мной ни произошло, я это могу пережить, могу изменить. Самое главное, что я нахожусь вот здесь. Могу менять пространство вокруг себя. А моя бабушка уже не может и уже никогда не сможет. И в общем, самое главное, это то, что ты живой. Это последняя фотография вообще, которая была сделана, когда она чувствовала себя еще хорошо. Она на даче, с книжкой. Не то, чтобы она любила читать, но иногда баловала себя этим. Вообще, был такой хороший момент, потому что мы тогда сделали пристройку с ванной к даче, все радовались. Бабушка, последний раз, когда она поехала с нами на дачу, и фотка была сделана в момент, когда мы с мамой пошли прогуляться, вернулись, а она ждала нас на крыльце. Так мило. Все было очень здорово. Можешь этот портрет нам показать? Да, вот. Вот он. У нее на могиле такой же. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok